Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенный, избравший нас из среды народа, федоровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Шаббат шалом всем. Сегодня у нас Шаббат с двойной благодатью, потому что у нас две недельные главы Матод и Масе. Краткое содержание – это клятвы и обеты, война с Медианом, колено Рувена и Гада в Зайордании, дальше обозрение пути от Египта до Иордана, заповедь завоевания и заселения земли, города левитов и города убежища, наследование земли в случае браков между коленами. И, собственно, вот это краткое содержание. На самом деле тут очень много интересного повествуется в этих двух главах, но я бы хотел сегодня поговорить об убийстве, об убийствах как таковых, что говорит об этом Тора. Потому что вот если мы почитаем вот только эти две недельные главы, то у нас при поверхностном взгляде может возникнуть некоторое недоумение. Собственно, как в жизни и возникает. Почему это Бог Ветхого Завета не то, что разрешает, но и повелевает убивать, проливать кровь. И как это может делать Бог милующий и прощающий. С другой стороны, мы знаем, что Бог сам дал заповедь, не убей. Он что, противоречит сам себе? И вот для того, чтобы хоть как-то разобраться с этим вопросом, этих двух недельных глав в принципе достаточно. Ну, при условии, конечно, что мы знаем весь текст Писания, и поэтому я буду давать некоторые параллельные места для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь. Значит, и я хочу сейчас вспомнить из этой недельной главы. Значит, для начала. Это отрывок числа 31 глава с 15 по 20 стих. Это история, когда после войны с Медианом, так сказать, военный отряд вернулся и сказал им Маше, для чего вы оставили в живых всех женщин. Вот они по совету Валаамову были для сынов Исраэлевых поводом к отступлению от Господа, в угождении фигуру за то, за что и поражение было в обществе Господнем. И так убейте всех детей мужского пола, всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне ста на семь дней, всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день, вы и пленные ваши, и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанные из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. Вот, то есть прямое повеление убить людей, да, да, они были неевреями, да, они в свое время выступили против, но почему бы нам не миловать Бог, милуют раскающихся жертвенников, раскающихся грешников, независимо от того, какое преступление бы они совершили. Собственно говоря, Ребе Шауль, апостол Павел, он поощрял убийство верующих в Вишуа, но при всем при этом Господь к нему обратился и сделал из него совершенно нового человека, своего служителя, он же его помиловал, он же его простил. Так вот, давайте разбираться. Во-первых, в этом отрывке мы можем увидеть, что даже несмотря на то, что это смерть врагов Божьих, это все равно с точки зрения Бога грех, и Бог повелевает очиститься после всего этого. Значит, теперь что же Тора говорит про убийство еврея? Значит, это у нас число 35 глава, с 16 по 25 стих. Значит, я полностью приводить этот отрывок не буду, я только скажу о том, что Бог повелевает для начала учредить города-убежища, куда может спрятаться. Вот для поселения среди них эти 6 городов-убежищем будут, чтобы убегать туда всякому, убившему человеку неумышленно. И дальше идет достаточно подробное объяснение, что значит умышленно, что значит неумышленно. И знаете, когда я читал вот этот отрывок, то я увидел очень интересный момент. Ну, во-первых, умышленно мы как это себе представляем? Что человек задумал и привел в действие. Там, например, потерег топором по голове, или там, ну, как бы я так, в общем. То есть человек спланировал, задумал и убил. И, собственно говоря, заповедь «Не убей» она говорит как раз-таки о таком случае, когда человек задумывает, то есть сначала это в разуме, а потом приводит действие в исполнение. Значит, и вот такое убийство считается смертельным грехом, и за него человек должен был быть наказан смертью. Причем вот эта идея, она присутствует еще и в Завете Ноя, где сказано, что кровь пролита, кровь человека, если она пролита рукой от человека, то тот, кто пролил эту кровь от руки человека, и должен быть убит. Дальше тут есть один такой интересный момент. Если по вражде кто толкнет кого-то или бросит в него что-либо с умыслом, и тот умрет, или по вражде ударит тот кого-то, убийца он, кровомститель может убить этого убийцу при встрече с ним. То есть смотрите, тут ситуация уже немножечко другая. Вот два человека враждуют. Они могут враждовать день, два, три, год, два, десять лет, но при этом оба остаются живы. Можно ли назвать этого человека, вот ну, одного из них убийцей? Вы думаете, нет? Хорошо. Теперь писатель говорит, что если по вражде, то есть смотрите ситуация, встретились эти два человека, начали спорить, начали драться. И тут один другого ударил. Собирался ли он его убивать? Ну, убил. Он убийца или нет? Тора говорит, убийца. Но собирался ли он это сделать? Нет. А вопрос, а если бы не было вражды в его сердце по отношению к брату, эта ситуация случилась бы? То есть мы приходим к такому интересному выводу, что корнем этого убийства является человеконенавистничество. И смотрите, что нам Тора говорит. Значит, это вот по стоку, поскольку это все начинается в разуме, мы немножко посмотрим, что Писание говорит о помыслах. Значит, Левит, 19 глава, 17-18 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». То есть смотрите, оказывается, можно враждовать только в сердце, а в лицо улыбаться. Тора говорит, нельзя. «Обличи ближнего твоего, и не понесешь на себе греха за него. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». То есть смотрите, в развернутом варианте «возлюби ближнего своего, как самого себя» оно звучит «не враждуй в сердце». То есть когда Ишуа говорит, что тот, кто ненавидит ближнего своего, тот человека-убийца, он ничего нового не придумывает, Тора об этом говорит. Просто Ишуа дал, так сказать, развернутый, четкий, ясный, конкретный комментарий. Дальше, Левит, 19 глава, 33-34 стих. «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселивший у вас, да будет для вас то же, что стуземец вас». «Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». То есть смотрите, Бог повелевает таким образом относиться не только к евреям, но и к неевреям, которые принимают над собою власть Бога и признают Израиля, как Божий народ. Дальше о мыслях наших. Притчи, 23 глава, 6-8 стих. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь, пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съешь и сблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». То есть в этом отрывке что для нас важно сейчас? Что каковы мысли наши, таковы и мы. Не наши маски, которые мы одеваем, не наше поведение в обществе, которым мы хотим показать себя какими-то, а вот мысли, которые вот внутри нас. И, кстати говоря, и наши первые реакции тоже. Однажды мне приснился очень удивительный сон. Я задумался, потому что я никогда об этом не размышлял. Мне приснилось, что я оказался в классе, где преподают в духовной семинарии православной. Обычный класс, парты, стол, где сидит преподаватель. Перерыв. Я в этом классе не учился. Но перерыв, я зашел. Это просто происходило в том здании, в котором мы работали на тот момент. Мы арендовали помещение на втором этаже, а на первом проходили занятия. Это в реальности. А во сне я спускаюсь на первый этаж, захожу в класс во время перерыва, подхожу к столу преподавателя. Причем интересно, просто подхожу. У меня ни вопросов, ничего не было. Не собирался ни поговорить. И преподаватель оборачивается ко мне, и я вижу такой ясный, чистый взгляд, вот как будто на меня и шоу посмотрел. И он мне говорит, самая важная наша первая реакция. То есть когда мы попадаем в какую-то ситуацию, ну это я уже потом размышлял, обсуждал с братьями, делали выводы, когда происходит какая-то с нами ситуация неприятная, вот первая наша реакция, она обычно показывает то, что на самом деле в нашем сердце. Потому что мы можем сначала, ну в крайнем случае там сматериться или ударить, или как-то нехорошо сказать потом, ой, прости, прости. То есть вспомнил, кем я должен быть. Понимаете? И на самом деле вот мы должны быть внимательны к тому, что происходит в нашем сердце. И очень часто Бог специально в нашей жизни создает эти ситуации для того, чтобы вылезло вот это вот наше истинное нутро, чтобы мы поняли, с чем приходить к Господу и что исповедать перед Ним. А Он, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякого греха. Дальше. Матфея 9 глава 4 стих. Ишо же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. Вот знаете, Новый Завет, он вообще изобилует такими местами, где говорится о том, что Ишо видел, что внутри человека. Понимаете? То есть для него наши маски, вот наши спектакли, это вот просто прозрачное что-то. Он видит через это. Он видит наши сердца, Он видит наши помыслы, и поэтому лукавить перед Ним просто глупо. Дальше. Иоанна 13 глава 34-35. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И Римлянам 12 глава 9-10. «Любовь да будет непритворна». То есть Новый Завет прекрасно знает о том, какие мы, и он рекомендует настоятельно. «Любовь да будет непритворна». «Отвращайтесь зла, прикрепляйтесь к добру, и будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности, и друг друга предупреждайте». Теперь получается что? Что наши мысли, то, что в нашем сердце происходит, оно, собственно говоря, определяет, кто мы. Для Бога это открыто, для людей это может быть не явно, не очевидно. Теперь возвращаемся, собственно говоря, к истории, где Маше повелел убить тех женщин и тех детей мужского пола и девочек даже, которые познали мужчин. Собственно говоря, если мы анализируем все это, то, что Тора говорит нам, то, что Бог говорит нам, его отношение к убийству и как это должно вообще реализовываться, то мы можем сделать интересный вывод, что Бог на самом деле смотрит не столько на сам поступок, не на то, что происходит снаружи, а на мотивы. И этому есть также в Слове Божьем подтверждение Евреям, 4 глава, 12-16 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит». Вот обратим внимание, что же оно судит? Наши поступки, наши дела или что? «И судит помышления и намерения сердешные». То есть, то, что внутри нас происходит, то, чем мы действительно, или кем мы действительно являемся на самом деле, вот именно этот человек предстанет перед Господом. Не то, как мы обустроили свою жизнь снаружи, а вот тот настоящий наш внутренний человек без этого маскарада, без масок, без костюмов предстанет перед Господом, и каждый будет нести ответ за свою жизнь. И дальше. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Ишуа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И тут я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Я просто знаю, для меня долгое время это было большим вопросом. Но если я такой, как я думаю, а я не всегда думаю хорошо, то что же мне делать? Как же я могу спастись? Если Бог будет судить меня за эти мои мысли, то это, ой-ой-ой, какая проблема? Чем я могу оправдаться пред Господом? И я вам скажу, я понял одну такую вещь. Внутри нас зародилась совершенно новая жизнь. Она возрастает. Но живем мы еще в теле из плоти и крови, которое в свое время уйдет в могилу, а наш внутренний человек уйдет к Господу. И поскольку мы, как бы получается, что наш новый человек и наше тело как некие соединяющиеся сосуды, то мы должны все больше и больше наполнять себя вот внутреннего человека благодатью Божьей, как написано, вот к престолу благодати, чтобы получить милость, от него получаем милость, и благодать для благовременной помощи. То есть, когда мы анализируем свои мысли, мы должны понимать такую вещь, что я и мои мысли это все-таки немножечко разные вещи. Если это мысли Божьи, я их должен принимать и делать своими. Если это мысли не Божьи, желания не Божьи, я четко должен понимать, что я и мои мысли это не одно и то же. И когда я, анализируя свое внутреннее состояние, свою душу, свое сердце, свой разум и нахожу неблагочестивые, небожьи мысли, я должен это тут же приносить Господу и говорить Господь, я тебе исповедую это как грех, я не хочу с этим мириться и не хочу жить в этом. Избавь меня. И Слово Божье говорит, что оно будет очищать, что Он будет избавлять нас, Он будет нас освящать и будет помогать. Потому что Слово Божье говорит, что есть милость и благодать для благовременной помощи. И даже более того, Иоанна 13 глава 34-35 стих. Ишуа говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. То есть Ишуа, помимо того, что открывает Танах, он дает еще большую благодать. Он говорит, любите, как я возлюбил вас. Он нас возлюбил. Возлюбил до такой степени, что предал себя на смертную казнь, на крест. И его любовь превозносится над всяким судом. И поэтому, если мы принимаем эту любовь и начинаем любить ближнего так, как он возлюбил нас, то поверите, Писание говорит, что живущий по духу не будет исполнять вожделений плоти. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым ицем своим, помилую тебя. Да обратит свое лицо на тебя, Господь, и даст тебе свой шалом. Исцеление, благодать и милость.